Артиллерист, стрелок, оператор беспилотника. У каждого контрактника, уходящего в зону СВО, есть право выбора. Кем быть, где его навыки и умения принесут больше пользы. Сегодня на передовую из Рязани едут 12 бойцов. В этой дюжине смелых и парня призывного возраста, и те, у кого есть опыт боевых действий. Второй контракт. Первый был Чеченская война, вторая компания. С врагами надо бороться, как наши предки. Жена была удивлена. Сын у меня по контракту служит. В Рязанском военкомате приводят статистику. Цифры оптимистичные. По сравнению с прошлым годом число добровольцев неуклонно растет. Сейчас минимальный срок контракта уже год. Военнослужащим и членам семьи предоставлен полный пакет социальных гарантий и льгот, которые включают в себя меры материального стимулирования. К примеру, на сегодняшний день, день же удовольствия военнослужащего, который, к примеру, принимает участие в мероприятиях специальной военной операции, составляет от 204 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, военнослужащим положены как федеральные выплаты, единовременные в размере 195 тысяч рублей, так и региональные. По решению губернатора Рязанской области, также 200 тысяч рублей положено участнику мероприятия СВО. Кстати, для иностранных граждан, тех, кто готов защищать рубежи нашей страны, предусмотрена упрощенная версия получения гражданства. Кроме того, участники специальной военной операции могут получить жилье за счет государства по ипотечной системе. Но главное здесь не это. Военная служба по контракту – это не обязанность, это личное право или, если хотите, долг. Для тех, кто считает себя настоящим патриотом. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».